В чемпионате района по волейболу состоялись заключительные в 2020 году матчи. Они проходили в рамках пятого тура. Во вторник «Нефтяник» одержал очередную победу, переграв в вочном поединке одного из лидеров сезона «Молодежку» со счетом 3-1. В пятницу «Экстрим» противостоял самой молодой команде детско-юншеской спортивной школы. Волейболисты из Кармала Делякова добились виктории в трех сетах 25-10, 25-15, 25-21. На ваших же экранах матч, сыгранный в четверг. «Газовик» встречался с ветераном, и здесь все выглядело не так однозначно, как могло показаться на первый взгляд. Да, «Газовик» значился однозначным фаворитом, но у команды в этот вечер не смог выйти на площадку Сергей Кузнецов, в то время как ветераны предстали в сильнейшем составе. Они пытались оказать серьезное сопротивление оппонентам, но все же перевес в этот день был значительный на стороне серебряного призера прошлого года. «Газовик» уверенно взял верх в первом сете 25-12. Во второй партии коллектив в светлой форме также доминировал, да и сама история сета практически оказалась идентичной стартовому. Игроки «Газовика» выглядели убедительнее, несмотря на то, что ветераны продолжали оказывать сопротивление. Но скорости опытным игрокам не хватало, по сравнению с соперником они смотрелись медлительными, да и дотянуться до мяча, как в былые годы, уже не могли. Итог 25-14. Борьба развернулась в третьей партии, одни немного расслабились, другие поняли, что им терять нечего. В итоге сет прошел в равном ключе и в затяжной концовке чуть удачливее оказались ветераны 29-27. Вот здесь бы и переломить ситуацию, но игроков ветерана на большее не хватило. В четвертой партии «Газовик» вернул преимущество и спокойно довершил начатое. 25-21 в сете и 3-1 в матче. «Газовик» одержал победу и вышел на второе место в чемпионате. Следующие матчи турнира состоятся уже в 2021 году. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3».